Привет всем, с вами Недообзор, и сегодня я хотел бы коротко рассказать о мышке Logitech M705, которую я использую уже около 8 месяцев. Купил я ее в местном магазине по цене приблизительно 50 долларов, мышка продается и сейчас, и цена осталась прежней. Мышка сделана под правую руку, она асимметрична, и выглядит она очень привлекательной. Качество сборки на хорошем уровне, ничего не люфтит, и после 8 месяцев эксплуатации, хоть у меня мышка и падала несколько раз, ничего не перестало работать. В комплекте идет очень удобный маленький нано-ресивер, который из ОСБ сильно не выбирает, поэтому про него можно вообще забыть. В мышку вставляются две батареи, которые, кстати, тоже шли в комплекте, и по словам производителя, они должны отработать около трех лет. Но мышь работает и с одной батареей. Весит она немало, но это никак не отображается на удобстве работы. Но пробежимся по кнопкам. Стандартный левая-правая, у колеска есть режим быстрой прокрутки, который активизируется кнопкой над ним, и он очень удобен в прокрутке длинных документов либо страниц. На одной из боковых сторон мышки находятся кнопки вперед-назад, которыми я часто пользуюсь, и кнопка переключения между приложениями. Также у колеса прокрутки есть два боковых хода, которые у меня вообще никогда не пользуются. На форумах часто жалуются, что левая кнопка со временем перестает адекватно работать, но я такой проблемы не наблюдал. Наверное, это из-за того, что я не играю в игры. Расскажу про поверхности, на которых я использую свою мышку. К письменному столу у меня нет никаких претензий, все работает хорошо. К дивану претензии есть. Мышка елозит с застреванием. Также я иногда мышку использую на табурете, а он глянцевый. И тут мышка тоже подводит. Часто хочется использовать мышь, откинувшись на кресле. Тогда ее приходится водить по своей ноге. И тут она, как ни странно, ездит хорошо. Но есть большое «но». Так как сенсор расположен сбоку, мышкой опять становится пользоваться неудобно. Но если смотреть в целом, то эргономика мыши на высшем уровне. Из плюсов я бы отметил качество материалов, размер мыши, ее форма, двухрежимное колесо, возможность работы от одной батареи и маленький приемник сигнала. Ну а из минусов я бы все-таки отметил расположение лазера, невозможность использования мыши на различных поверхностях. Ну и по очень большому количеству отзывов от пользователей данной мыши. Выход основной левой кнопки из строя. Это был краткий обзор мыши Logitech M705. Если вам понравился мой краткий обзор, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok